Запретные книги Запретные книги, ну очень классно Вообще прям замечательно Лежит книга И откуда я знаю запретная она или нет Я ощупываю все в игре И нельзя меня в этом упрекнуть Все так делают, я делаю В игре что-то лежит, я беру А потом оказывается, что это супер запретная книга И это повлияет Ну вот ктулховский язык, это конечно да Два раза не стоило мне его выбирать Знакомая тебе реальность здесь заканчивается Это все не имеет смысла Иди, она ждет Что они со мной сделали? О, мистер Пирс, я ждала вас Ты жив, господи, они все живы Ты же погиб прямо у меня на глазах Не надо спешить своими водами Неужели вы не имеете понятия о научном мышлении? Что за дрянь ты ей вколол? Как превратил в пустую оболочку? Дрянь, сыворотка, выделенная из жира левиафана Дает жизненную силу Для меня мое тело всего лишь смертное вместилище Моего сознания Оно хранит больше ответов и тайн Чем способен вместить на ваш жалкий разум Вы видимо можете стоять, и все же вы здесь Вы никогда не сдаетесь Это не вы Больше не вы После исчезновения в доках это уже не вы Детектив, как вас легко одурачить Сразу бросаетесь даме на помощь Я не стану жалеть о том, что пытался спасти людей Я сделал все, что мог Даже для Колден Вы достойны своей судьбы Потому что справляетесь ей Пусть это и бесполезно День настал Вам придется выбрать Надо было качать силу, чтобы он не умел читать и не смог бы прочесть тайную книгу Чарльз? Ты все у меня забрал Жену, жизнь, судьбу Ты все у меня... Ты отказался от своего права на нормальную жизнь, когда выбрал власть над человечеством Никто не хочет любоваться этим отвратительным зрелищем Скидкнетя не имеешь, о чем говоришь О том, через что я прошел Я принес жертву тому, который спит свою жизнь Свой брак, семью, собственную плоть Почему Сара не выбрала меня? Почему на ее картине твоя проклятая рожа? Я не знаю, что на ее картине твоя картине твоя картинка Но ты же уже все знаешь, правда? Я вижу, что ты сделаешь выбор. Я не знаю. Не знаю. Ты решил закрыть глаза, отрицать все, как напуганный ребенок? Ты лишился рассудка. Подумать только. Будущее человечества лежит на твоих плечах. Это все нереально. Доверься своему чутью. Если ничто нереально, то что тогда ты сам? Я проекция твоего сознания. То, что осталось от инстинкта, который вытаскивал тебя из окопов. Ты отказался от ее полуправды. Здрасте. Погодите, или мне в пещеру нужно? Наверное, в пещеру нужно. Подождите, или я... Я отсюда пришла? Ой, смотрите, что там. Вот эта воронка. Я даже здесь умудрилась пойти не туда. Такой эпичный момент. Это здесь. Я почти на месте. Сейчас что-то будет. Сейчас все решится. Я не могу. Гипервал. Наконец-то ты здесь, Искатель Истины. Она ждала тебя. Вы ждали меня? Познав наконец-то Истину, я поняла, что вы придете. Все это время я сопротивлялась. Боялась того, что могу узнать. На самом деле я боялась сама себя. Начинается. Послушайте меня, Эдвард Пейтерц, потому что открою я вам истину. Блин, мне не хватит. И мне нравится, и этот вариант еще звучит как-то позитивно. Мол, требования к уровню рассудка выполнены. То есть там не написано, вы настолько стали психом, что можете принять этот ответ. Нет. Там просто требования к уровню рассудка выполнены. Отклинитесь, все разваливается. Мы должны положить конец этому безумию. Я не могу сделать этот выбор, решение за вами. Один человек, всего один человек, подготовленный испытаниями и откровениями, способен изменить мир. Я видела вас в тех хнах, которые видит и мой бог. Я узнаю вас. Узнаю, кто вы. Искатель истины. Один из немногих людей, способных постичь. Я чувствую, что вы говорите правду. Потому что так было начертано. Или так мне больше нравится, нарисованно на холсте судьбы. Пирс, помогите. Тихо. Тот самый кинжал. Похоже, кого-то сейчас принесут в жертву. Провести встречный ритуал? Интересно, что подразумевается. Что же это значит? А-а-а! Так, все кончено, наверное, выстрелить. Провести встречный ритуал. Проведу ритуал. Может быть, провести встречный ритуал, это обмануть их? Может, мы так пытаемся выиграть время? Все, кончено выстрелить. Но поможет ли нам это? Блин, почему он с восклицательным знаком? Я выберу вот этот. Самый интересный для меня вариант. Сосы. Кого? Баран! Сосы. 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 А. У-у-у! И что это значит? А, после титров? Ну ладно, ок. А можно их промотать? А если я нажму «Назад», имеется ввиду «Назад промотать» или «Назад не промотать», а выйти отсюда, и мы не увидим, что после титров. Ну смотрите, очкарик вместе с защитным амулетом пытался изгнать, как я понимаю, защитить нас, пока мы там что-то мухрюшили в центре круга. Ну, короче, я жму. Как будто в него вселился. Мы удвоили дозу, как вы и просили, доктор. Спасибо. Мы в коляске. Да? Нет? Запечатал в себя остатки сознания Ктулху, отсрочив его приход, но сошел с ума. Давайте другие посмотрим концовки, да. Фух, чуть новую игру не начала. Что мне не понравилось, это особенности геймплея, такие как вот это перемещение а-ля в другой мир, в подсознание, когда мы обыскивали места преступления. Плюс много схожего с The Council в плане прокачки, выборов и открытия ответов. Ну это, наверное, чисто мое. Мне не нравится, что они одинаковые элементы суют в каждую свою игру. Собственно, как с вампиром, как с The Council. Да и в Шерлоке, я так понимаю, тоже похоже было. Сейчас чихну. Атмосфера прям замечательная. С атмосферой все великолепно. А здесь претензий вообще никаких нет. Я знаю, что у многих будут претензии относительно графики, текстур, тыры-пыры. Повторяя. Ты была, да, ты была в мире. Да, я знаю. Это приходит. Я видел вещи, странные и удивительные, но всегда верные. Вы поверите моим словам? Да. О-оу, тут мы верим его словам. Ой! Я видела вас в тех снах, которые видит и мой бог. Я узнаю вас, узнаю, кто вы, искатель истины. Да, один из немногих, кто способен постичь. Чувствую, что вы говорите правду. Потому что так было начертано, нарисовано на холсте судьбы. Господи, что за шаги? Ну вот что это за первый шаг такой лютый, а? Они все кричали тише, чем ты шагнул. У тебя что, из титана, что ли, ботинки? Итак, давайте, все кончено. Вторая концовка. Я не позволю вам это сделать. О, смотрите, у него борода начала сидеть. Он не управляет собой уже? Никто не может вас оставить. И похоже на супчик. Прости, Саймон. Саймон, я так понимаю, это ее сын? Ну, погодите, они же могли ее оживить еще раз. Интересно, как внезапно они начали настаивать на Сайом. Опять Слиппин Пилс. 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 Он сидит и смотрит на картину. А когда она ее нарисовала? Картина Сары, где сама же Сара мертва. Казалось бы, он не потерял разум, но, видимо, теперь его мучает та самая бессонница, и он принимает эти пилюли. Ладно, давайте теперь призовем. А вам нравится, что здесь есть несколько концовок? Вам вообще нравится, когда в играх есть несколько концовок? Мне просто кажется, что зачастую, это просто стало очень модно, и зачастую несколько концовок высасываются из пальца. Ах! как я понимаю после того улова они уверовали начали есть стали бессмертными начали есть плоть стали бессмертными и они решили уже этот шаг они решили одарить возможно жители этого острова поэтому стали стали подмешивать подмешивать ну в общем стали выдавать им лекарства с примесью его экстракта и он через них видимо стал подбираться к остальным людям давайте все будем есть мы будем бессмертными опи опчиками ну что готовы вы готовы призывать гипер вау гипер вау гипер вау сейчас будет ктулху плюс ктулху минус втахну я проведу ритуал ой наверно там так мозг лабр не при всех же сара чернила оу качается 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 то есть в первом случае мужика с амулетом не позволил совершиться призыву несмотря на то что мы всосали в себя чернила здесь он бездействовал кстати куда он пропал а гипер Здрасте. На полшишечки нам показали. Да, вот реально такой щупальца высунул, и все. Да, в концовке с отказом. То есть он такой, я не буду, и все, ну ладно, ну хорошо, мы понимаем, да-да-да, офицерой ему, значит, снарядил лодочку, доставил его домой, и этот никому ничего не рассказал, а культ продолжил существовать на островочке. Доступ к концовкам зависит от сделанных выборов. Выбор дается по той причине, что пирсу необходимо вместить в себя осколок сознания Ктулху, и если его заставить это сделать так, как Левиафан заставил остальных ему подчиняться, разум сокрушится, что сделает невозможным проведение ритуала, его могут только подготовить к выбору. Так, что будет после? Минус мир. Вообще странно, если ритуал добровольный. Почему они как-то не подмаслили нашего героя? Они могли бы показать позитивные стороны, аргументировать как-то. Ой, отвернитесь, сейчас будет слепокура. Мир превратился в UFC. Слепая ярость обуяла всех. Всех и каждого. После матча с Зенитой ЦСКА. Открыли достижение зов Ктулху. Открыли. Продолжение следует...